Несколько суток без света, поваленные деревья, разрушенные дома и дороги. Как район справляется с последствиями двух супер-тайфунов, расскажем прямо сейчас. Два тайфуна подряд погрузили Хасанский район в темноту. Практически все населенные пункты остались без света. Барабаш, Приморский, Перевозная, Безверхова, Хасан, Зарубина, Витязь, Андреевка, Гвоздева и часть других поселков на протяжении нескольких суток были отключены от электричества. Виной тому ураганный ветер. Под его напором сносило столбы и заваливало деревья на провода. На помощь хасанским энергетикам приехали работники ДРСК Еврейской и Амурской областей и Хабаровского края. К местам аварий и порывов электрикам зачастую приходилось долго пробираться пешком под ливнем по пояс в воде. В общем, все вопросы по энергоснабжению решены. Сегодня продолжается ремонт на всех электролиниях. Ну и, соответственно, дано поручение губернатора. Мы будем готовить программу совместно с компаниями энергоснабжения по замене электролинии и вступать в инвестиционную программу. Жителям большое спасибо за терпение. Конечно, были неудобства, но это форс-мажор. Хочу поблагодарить электриков, которые работали днем и ночью. Стихия не пощадила никого и ничего. Поваленные деревья, сорванные крыши и затопленные дороги. Основной удар приняло на себя Зарубинское городское поселение. Там уже побывал губернатор края Олег Кожемяка. Сейчас в поселении активно ведутся работы по ликвидации последствий тайфунов. Сегодня на территории поселения завершены обследования территории, по которой пострадали частные домовладения издательной тайфуна. Затем мы составили списки пострадавших. Мы осметили автомобильную дорогу, которая разрушена издательной тайфуна. Сегодня мы уже заключили договор с подрядной организацией, которая вывезла мусор, который принесло волной, которая в том числе приступила уже к отсыпке дороги скальным грунтом для того, чтобы в дальнейшем производить ее восстановление. Сейчас в Зарубино задействовано 12 единиц техники. Рабочие трудятся ежедневно. Глава поселения следит за ситуацией и работает с населением, пострадавшим от прошедших тайфунов. Обратились за помощью 20 домовладений. Это домовладения, в которых живут по несколько семей, в том числе и пострадали в этих семьях 26 детей. Отметим, что губернатор Приморья Олег Кожемяка посетил не только Зарубинское городское поселение, но и село Гвоздево, которое также пострадало от стихии. Глава региона рассказал, что будет произведена оценка возможности ремонта дороги, соединяющей Гвоздево с трассой Раздольная-Хасан. Сейчас она расположена слишком низко и затапливается при сильных осадках, из-за чего жителям зачастую приходится пользоваться объездной дорогой. В поездке губернатора сопровождал глава Хасанского района Иван Степанов. В беседе с жителями села обсуждали не только восстановление после разрушительной стихии, но и насущные проблемы. Глава района вместе с жителями обратился к Олегу Николаевичу Кожемяка с вопросом о возобновлении работы школы и детского сада. Мы с ним приехали, посмотрели, мне дано поручение, что обследовать школу на ее приводность к ремонту. Ну, мы посмотрели, школа хорошая, под кровлей, окна целые, все целые. Я думаю, что мы ее обследуем, будет дано заключение экспертизы. И если все будет нормально, то к следующему году мы эту школу, начальную садик будем открывать. Огромное спасибо Олегу Николаевичу за его участие и за то, что он нам очень помогает. Он помогает, дает поручения, и это все исполняется. Разгулявшаяся в районе стихия натворила немало бед. Кто-то остался без крыши над головой, другие – без урожая. Но в момент основного удара Хасанцы активно помогали друг другу, проявляя сплоченность и взаимовыручку. Так районный совет ветеранов оперативно обменивался информацией о ситуации в поселениях посредством своей группы в WhatsApp. Председатели первичек, зная обстановку на местах, где и кому из пожилых людей необходима поддержка, тут же приходили на помощь. В Гвоздево председатель совета ветеранов села Гвоздево, Галина Семеновна Хоменко, она фотографировала в том числе, как, кстати говоря, и другие. Значит, выставляла в группу нашу, так сказать, фотографии, где есть какие-то там повреждения здания, разрушения или подтопления. И посредством своего сына даже привозила воду, вот я знаю, так сказать, в район радио Майка. Помогала там пожилой жительнице, больной. Значит, на Хасане Лидия Николаевна, Сидельникова, председатель местной ветеранской организации, также оказывала помощь, когда вот не было света, значит, посредством имеющейся у нее электростанции, вот на бензоагрегат вот этот вот, заряжала, как она мне докладывала, телефоны, так сказать, и так далее. Благодаря совместным усилиям власти, активных жителей, представителей организаций и предприятий, Хасанский район восстанавливается от ударов стихии. Олег Кудинов, Виктория Беляева, Новости Славянки.